Сцена небольшого зала стала местом премьеры уникального музыкального сочетания. Известный композитор, заслуженный деятель культуры, автор знаменитых песен, на которых выросло не одно поколение россиян. Сергей Никитин выступил в дружественном ему кругу. Для студентов и педсостава набережной Челнинского института социально-педагогических технологий и ресурсов. На этот раз знакомые все мотивы звучали не только под гитару, но и в сопровождении камерного оркестра Игоря Лермана. Восемь с видом деревьевским, приобщился к вальсам вески, он родился Александр, он надеющийся Москвой. В набережных Челнах Сергей Никитин уже в четвертый раз. Вот только в этом году композитор выступлений здесь не планировал. Он приехал, чтобы вместе с оркестром Игоря Лермана подготовиться к своему юбилею. Скоро в Москве в честь 70-летия заслуженного деятеля культуры состоится большой концерт. И челнинские музыканты примут в нем непосредственное участие. В предыдущие два дня у нас была очень интенсивная работа, репетиционная. Мы как раз готовили все эти произведения. Это будет, наверное, вещать 12. В том числе и инструментальные какие-то пьесы. Вот, например, композиция, написанная Сергеем Никитиным по Уильяму Шекспиру «12-я ночь». Ее камерный оркестр Игоря Лермана «Гордость набережных Челнов» исполняет так, что не стыдно и нагло концерте в Москве показать, считает автор. Во времена композитора это была музыка отдыха, музыка развлечений, музыка праздников. Моцарт-дивертисмент, ре-мажор, часть первая. Можно сказать, студенты и педагоги Института социально-педагогических технологий и ресурсов стали первыми, кто услышал и увидел уникальную премьеру раньше, чем москвичи. На сегодняшний вечер пригласили не только студентов первого и различных курсов нашего вуза, но и студентов университета третьего возраста. Это те люди, которые выросли на этих песнях, те люди, которые эти песни все знают наизусть. Так и получилось. Участниками концерта были не только те, кто на сцене, но и те, кто сидел в зрительном зале. Они с удовольствием подпевали и аплодировали музыкантам, которые таким образом подготовились к московскому концерту. Он состоится в день 70-летия Сергея Никитина 8 марта. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.